Привет, с вами Сойер, сегодня разговариваем про ассемблер и машинный код. Почему-то не совсем одно и то же. Вообще утверждение, что ассемблер это машинный код, встречается достаточно часто во многих источниках, и в книгах, и в интернете. И если понимать некоторые нюансы, то это утверждение справедливо. Но, есть вещи, которые изменились, и которые нужно учитывать, прежде чем делать общее утверждение для всех архитектур, для всех платформ, и вообще в целом. То есть, в некоторых частных случаях по-прежнему можно провести параллель между ассемблером и машинным кодом, если не брать в расчет нюансы. Вот про эти нюансы я хочу сегодня поговорить. Но прежде всего, почему вообще говорят, что ассемблер это машинный код? Дело в том, что изначально ассемблер придумывался как раз как способ упростить кодирование программ, которые были изначально чисто в машинных кодах. Появился ассемблер, появились мнемоники ассемблерные, появились записи программ в более простом виде. Соответственно, стало работать проще. И процесс преобразования программы в машинные коды, программы на ассемблеры в машинные коды, назывался ассемблированием. Обратный процесс назывался дезассемблированием. Но все усложняется, все развивается, и ассемблер, соответственно, становился сложнее, и архитектуры становились сложнее. И сегодня есть архитектуры, которые достаточно небогаты, скажем, по набору команд, и там есть достаточно хорошее взаимооднозначное соответствие ассемблера и машинных код. Но если мы говорим про 86-ю архитектуру, про развитие именно этой линейки, то архитектура стала настолько сложной, что здесь уже появились нюансы, которые вообще делают утверждение не совсем верным. И вот про это я сейчас хочу вам рассказать. Здесь есть еще нюанс в том, что процесс ассемблирования и дезассемблирования на практике применяется редко, и люди, которые часто делают такие утверждения, слышали о нем только в теории. Поэтому, надеюсь, вам будет также полезно узнать то, что я сейчас расскажу. Итак, начнем с того, что есть такое понятие, как метаинформация. Я думаю, все вы знаете, что как только у нас появляется слово язык, язык программирования, то мы знаем, что в этом языке есть куча-куча всего, что не попадет в конечный вариант. Не будет исполняться непосредственно интерпретатором, либо не будет компилятором добавляться в конкретный исполняемый файл. И вот в случае с ассемблером он развивался как язык, и, естественно, в нем появилась метаинформация. В первую очередь, это директивы. Директивы не попадают в том виде, в котором они есть в ассемблерном исходнике, в конкретный бинарный файл. И восстановление, обратное восстановление возможно, но оно не всегда 100% соответствует изначальной программе. Все зависит от директивы. Дальше. Есть еще понятие метки. Вот метки, они точно теряются в процессе ассемблирования, и при обратном преобразовании ассемблерной программы из бинарного хода в ассемблерную программу, метки потеряются. Вы не сможете восстановить те метки, которые были в изначальной программе. И еще макросы. Макросы – это тоже вещь, которая теряется, и в конечном варианте, в двоичном коде их нет. Если мы возьмем какие-нибудь вещи, ну вот, например, пример такой программы, мы видим, что здесь есть, например, макрос. Макрос. Этот макрос несколько раз повторно используется. Это нужно для того, чтобы сократить объем записи. Дальше мы видим директивы. Ну, в данном случае директива section, она может быть восстановлена по двоичному файлу, и с ней будет более-менее все нормально. Дальше у нас есть метка start. Вот метка start – это часть стандарта, и она тоже может быть восстановлена, но, например, метки для go to, метки, которые служат в цикле, чтобы мы туда переходили, они теряются, и там появляются конкретные адреса. И на самом деле и start-то-то не будет у конкретной этой метки в бинарном файле, просто есть соглашение, которое позволяет нам понять, где она находится, и, соответственно, восстановить ее по этим соглашениям. Если бы не было соглашения, соответственно, мы бы не знали, где эта точка start находится, и не могли бы ее восстановить. Таким образом, у нас есть мета-информация в языке ассемблера, которая стопроцентно теряется при ассемблировании, и при обратном процессе дезассемблирования мы ее не восстановим. Соответственно, как минимум в этой части у нас нет равенства между ассемблером и машинным кодом. Идем дальше. Разный синтексис. Все вы знаете, что есть синтексис ассемблера. Два наиболее популярных в контексте x86-ой архитектуры – это AT&T-шный ассемблер и интеловский ассемблер. Это значит то, что ассемблер, который знает о интеловском варианте, не может компилировать AT&T-шный, и наоборот. И мы это видели, когда делали программы на сис с вставками на ассемблере. То есть там мы пытались переводить с помощью директив в различные варианты ассемблирования, и видели, что при некорректном переводе программы не собираются, выдаются разные ошибки, потому что ассемблеры разные. И вот мы видим, например, две программы, которые абсолютно идентичные, но внешне они разные, хотя они будут ассемблированы в одинаковый бинарный код. По крайней мере, я в это верю. На 100% я в это не уверен, потому что и с бинарным кодом есть кое-какие различия. То есть бинарный код, мы сейчас об этом поговорим, не всегда появляется в том виде, в котором мы его ждем, только на основе мнемоник, который мы видим. Но тем не менее, если мы взяли и каким-то образом диссимулировали программу в AT&T-шный синтаксис, а потом захотели скомпилировать ее интеловским ассемблером, у нас ничего не получится. То есть получается, что синтаксис разный, соответственно, не может быть так, что программа, переведенная из бинарного кода и в один синтаксис, и в другой, будет абсолютно одинакова. То есть она будет выглядеть по-разному, и это тоже говорит о том, что нет этого 100% взаимооднозначного соответствия. И еще важный нюанс. Некоторые скажут, ну и что, они будут все равно похожи, да, то есть в AT&T-шном синтаксисе и в интеловском ассемблере будут очень внешне похожи программы. То есть есть мнение, что двоичный код всегда будет преобразовываться в одни и те же инструкции ассемблера. И это верно, то есть машинный код всегда будет однозначно представляться инструкциями ассемблера. А вот обратное утверждение, что инструкция ассемблера будет всегда представляться одними и теми же машинными кодами, не верно. И давайте об этом поговорим. Смотрите, у нас есть такое частое преобразование, когда мы делаем дезассемблирование, мы берем двоичный код, переводим его в ассемблер, дальше берем этот ассемблер, ассемблируем, получаем бинарный код, и оказывается, что вот эти два двоичных кода не верны, не равны между собой. И в некотором случае, если у нас не изменится разрядность, то есть количество байт, который мы будем использовать под команды в первом варианте и во втором, у нас программа будет даже работать, если мы приведем такое преобразование, даже если там пойдут какие-то различия, она будет работать. Но как только у нас окажется, что мы берем и преобразовываем одни и те же команды ассемблера в разные бинарные представления разной длины, у нас поедут все адреса, и программа работать не будет. Это часто встречается в ситуациях, когда вы сделали дезассемблирование, потом сделали ассемблирование, а у вас программа не работает. Если вы возьмете популярную программу Hydra, она при ассемблировании также вам показывает несколько вариантов бинарного кода, то есть вы пишете одну и ту же ассемблерную команду, а Hydra вам подсказывает, что можно использовать ее в разных вариантах. И есть на самом деле несколько разных вариантов, которые дают нам разный машинный код. Значит, смотрите, первый самый простой, когда абсолютно одни и те же команды могут ассемблироваться в разный машинный код. Вот это вот как раз машинный код, в который они ассемблируются. При этом разрядность и битность результата, она одинаковая. То есть на самом деле вот эти две команды, они абсолютно по своему результату одинаковы. Но ввиду того, что процессоры развиваются, у процессоров появляются новые фичи, новые возможности, избыточность, оказывается, что одно и то же можно сделать разными способами. И, соответственно, взаимооднозначного соответствия между командой ассемблера и машинным кодом уже не наблюдается. Дальше идут интересные штуки, когда у нас идет разная битность. То есть у нас в зависимости от того, в какой вариант мы компилируем, ассемблируем, у нас одни и те же инструкции, в данном случае перехода, они будут представлены разными машинными кодами. И это уже особенность, которая зависит от того, во что мы ассемблируем и из чего мы ассемблируем. Дальше, вот простой тоже пример, хор ах ах, да, опять же, мнемоника одна и та же, регистры одни и те же, машинные команды разные. Таким образом, здесь показаны варианты, когда у нас количество байт на машинную команду в первом и втором случае одинаково. Но если у нас возникнет ситуация, когда вот, например, одна команда будет короче другой, то вот как раз случай при обратном, при дезассемблировании, потом при ассемблировании начнет работать и окажется, что итоговая программа не запустится. Потому что у него поедут все адреса, они сместятся вот на этот байт, ну на самом деле больше, чем на один байт, потому что будет много-много места, где это будет не соответствовать. И вся адресация улетит и, соответственно, программа перестанет работать. То есть вот эта неоднозначность ассемблирования, она есть и при дезассемблировании, то есть вот эта вот команда, она всегда восстановится вот в эту команду, есть эта однозначность. Но вот при обратном преобразовании, при ассемблировании этой однозначности нет. Соответственно, вот этот знак равенства между ассемблером и двоичным кодом уже сложно поставить. Ну и последний пример – это мнемоники. Многие думают, что одни и те же мнемоники всегда компилируются, ассемблируются в один и тот же двоичный код. И это не так. Сейчас я вам объясню, что имеется в виду. Смотрите, вот эта часть называется мнемоникой. Это то, что мы запоминаем как команду. А дальше идут операнды. Или аргументы команды, над которыми мы выполняем действия. Так вот, на самом деле для ассемблера вот эта часть является основанием для выбора машинного кода B8, B9. То есть мнемоника у нас одна и та же, но дальше ассемблер смотрит, а какой мы, собственно говоря, берем регистр. И в зависимости от этого подбирается разный машинный код. Поэтому сказать, что move и в том и в другом случае будет одинаков, неверно. Вот это 0,1 это вот это единичка значения. То есть получается, что у нас для выбора регистра нет отдельного разряда в данном случае, и он будет являться вот частью вот этого вот байта. И вот эта мысль, что для одной и той же мнемоники есть один и тот же двоичный код, тоже неверно. Там идет очень много разных нюансов. Есть мнемоники, которые связаны с двоичным кодом. Есть мнемоники, которые не связаны с двоичным кодом. Есть мнемоники, которые должны рассматриваться в связке, как вот здесь. То есть двоичный код будет выбран, исходя из мнемоники и регистра, с которым она используется. Более того, будет исходя из того, что будет вкладываться в этот регистр. То есть на самом деле для одного и того же move будет много-много-много разных вариантов. И это тоже говорит о том, что у нас вот такого взаимооднозначного нет преобразования. То есть ассемблер, когда мы начинаем его бить на составные части, на самом деле нужно воспринимать целиком всю команду. Вот на таком уровне еще есть хоть какая-то взаимооднозначность, но опять же, как я показал выше, это не факт. И получается, что, например, ту же самую мнемонику мы можем использовать в разных архитектурах. Но одни и те же регистры, название регистров уже не можем. И вот эта вот неоднозначность, которая связана с использованием мнемоник, повторным использованием мнемоник, еще одна причина, по которой очень сложно прямо строгое равенство между ассемблером и двоичным кодом провести. Но тем не менее, действительно, когда мы берем какую-то архитектуру в рамках этой архитектуры, в рамках ассемблера под эту архитектуру, и если эта архитектура еще не такая жирная, скажем, как 86-я архитектура с такой длительным развитием, там все будет чем проще архитектура, чем она, скажем так, ближе к микроконтроллерам, тем это соответствие будет больше проявляться между ассемблером и двоичным кодом. Чем она дальше, чем она ближе к процессорам, к мощным процессорам, она будет больше, да, больше различия проявляться. Но в целом утверждать, что ассемблер и машинный код это одно и то же, это немножко не верно, да, то есть нужно все-таки понимать вот эти нюансы, которые я перечислил, и понимать, что ассемблер хоть чрезвычайно близок к машинному коду, но все-таки это не совсем одно и то же, и строгое равенство поставить здесь нельзя. Надеюсь, вам было интересно, спасибо, что слушали, с вами был Сойер, до свидания.